Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим о том, что такое момент инерции. И начнем мы с опыта, для которого собрали вот эту установку. Здесь к концам рейки прикреплены два одинаковых груза, нитка наматывается на ось, она переброшена через блок, а к нижнему концу нити подвешен еще один груз. И вот система приведена в стартовое положение, я отпускаю рейку и рейка начинает раскручиваться. И при этом у нас потенциальная энергия опускающегося груза переходит в кинетическую энергию системы, в основном в кинетическую энергию вращающихся массивных грузов. А теперь я переставил грузы гораздо ближе к оси, снова закручиваем нить и повторяем опыт. Отпускаю рейку и теперь она раскручивается до гораздо большей скорости. Почему же это происходит? Если считать, что в обоих опытах грузам была сообщена одинаковая кинетическая энергия, то стало быть и грузы двигались с одинаковой скоростью. Но мы следили не за скоростью грузов, а за быстротой вращения планки, то есть фактически за ее угловой скоростью. А чем при одинаковой скорости, чем меньше радиус, тем больше угловая скорость вращения. Ну и поэтому во втором случае у нас и получилось, что угловая скорость больше и планка вращалась быстрее. В наших предыдущих опытах мы имели дело с сосредоточенными массами. А теперь посмотрите на этот вращающийся диск. Все его точки вращаются с одинаковой угловой скоростью. Но чем дальше от оси вращения, тем больше линейная скорость его частей. А значит, тем больше кинетическая энергия. Ну и нам надо научиться выражать кинетическую энергию всего диска через угловую скорость вращения. Ну конечно не только для диска, но и для других тел. И чтобы найти кинетическую энергию вращающегося тела, его разбивают на отдельные малые части. И скорость каждой такой части равна произведению угловой скорости вращения на расстояние до оси вращения. Полная кинетическая энергия равна сумме кинетических энергий таких частей. При этом можно вынести общий множитель омега квадрат, и у нас остается такая сумма произведений масс частей на квадраты радиусов. Именно эта сумма и называется моментом инерции тела относительно данной оси вращения. Она обозначается буквой И, так что кинетическую энергию вращения можно записать как И омега квадрат пополам. Ну и если мы сравним эту формулу с выражением для кинетической энергии поступательно движущегося тела, мы видим такую интересную аналогию. Значит, для поступательного движения равны скорости всех точек тела, линейные скорости, а для вращательного движения равны угловые скорости вращения. Мерой инерции для поступательного движения является масса тела М, а для вращательного движения – момент инерции И. А теперь рассмотрим моменты инерции в некоторых простых, но важных случаях. Пусть у нас имеется кольцо, ось вращения которого проходит через его центр перпендикулярна к плоскости кольца. Но в этом случае все части кольца находятся на одном и том же расстоянии R от оси вращения, и поэтому момент инерции будет равен просто МР квадрат, и то же самое для полого цилиндра. Если мы рассматриваем сплошной цилиндр, то теперь часть его массы находится ближе к оси вращения, и точное интегрирование дает, что его момент инерции равен половине МР квадрат. Ну и то же самое для диска. Для тонкостенной сферы также интегрированием получаем, что момент инерции равен две трети МР квадрат. А если мы рассматриваем сплошной шар, то момент инерции уменьшается до двух пятых МР квадрат. И, наконец, если мы вращаем стержень, так что его ось вращения проходит через середину, и перпендикулярно к стержню, то момент инерции равен одной трети МА квадрат, где А – половина длины стержня. А теперь мы перейдем к следующей серии опытов. И вот Андрей поставил линейку, а я приставляю к ней цилиндры разной массы, разных размеров, ну и, кстати, они сделаны из разных материалов. Запускаем их! И они пришли к финишу практически одновременно. А в следующем заезде участвует тонкостенная трубка, массивный металлический цилиндр и такой же цилиндр, установленный на тележку, масса которой гораздо меньше массы цилиндра. И поехали! И вот первой к финишу приехала тележка, вторым прикатился цилиндр, а трубка заняла почетное третье место. И результаты этого опыта нам надо объяснить. А дело в том, что когда тело спускается с горки, его потенциальная энергия переходит в кинетическую, но при этом не только в кинетическую энергию поступательного движения, но и в кинетическую энергию вращения. И чем большая доля переходит в кинетическую энергию вращения, тем меньше остается на долю кинетической энергии поступательного движения. Тем медленнее движется тело, и тем дольше оно спускается с горки. И в нашем опыте у тележки вращались только ее маленькие легкие колеса, и практически вся потенциальная энергия перешла в кинетическую энергию поступательного движения. Поэтому тележка и пришла к финишу первой. А почему последней пришла вот эта трубка, мы сейчас разберемся. И мы будем считать, что качение по горке происходит без проскальзывания, так что скорость самой нижней точки равна нулю. Но эта скорость складывается из скорости поступательного движения тела, и скорости вращательного движения, которая в центре равна нулю на оси, а в нижней точке в точности равна по величине скорости поступательного движения, но направлена противоположно. И вот я изобразил здесь трубку. И энергия вращения, как мы знаем, равна и омега квадрат пополам, а момент инерции тонкой трубки – это просто mr квадрат. Подставляем в эту формулу и получаем m омега квадрат r квадрат пополам. Но мы также уже выяснили, что если у нас движение происходит без проскальзывания, то линейная скорость вращения омега r равна скорости поступательного движения v. Ну, а стало быть, мы можем переписать формулу так – mv квадрат пополам. И оказывается, что потенциальная энергия скатывающейся трубки делится ровно пополам. Половина идет на кинетическую энергию вращения, а половина – на кинетическую энергию поступательного движения. И это значит, что когда тележка уже скатилась вниз, трубка прошла только половину горки. И мы проверим это сейчас на опыте. И вот я поставил тележку и трубку на горку. Старт, и когда тележка прошла всю длину горки, трубка спустилась на 0,57 от этой длины. А теория говорила, что трубка должна пройти половину длины горки. С чем же связано это расхождение теории эксперимента? Возможно, дело в том, что трубка при качении немного подскакивала и не имела полного сцепления с горкой. За счет этого кинетическая энергия вращения оказалась меньше половины полной энергии, а кинетическая энергия поступательного движения, наоборот, увеличилась. А теперь настало время перейти к нашему традиционному заключительному вопросу. Мы уже видели, что в теории трубка должна отставать от тележки ровно в два раза. Ну и я замечу, что при этом у трубки вся масса уже вынесена как можно дальше от оси вращения. Ну и кажется, что скатывающееся тело больше замедлить невозможно. И тем не менее, я хотел бы создать такое устройство, которое отстает от тележки при скатывании с горки в 10, а может быть даже и в 100 раз, при этом без потерь на трение. Как же такое устройство создать? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!